здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор героев которых многие из вас наверняка не знают и да я признаюсь честно я тоже не являюсь их поклонницей но это блогеры у которых сейчас происходит процедура развода так называемого ну не знаю они сейчас привлекли всю общественность к тому что они расстаются и их ситуация очень показательно с точки зрения обучения с точки зрения распознавания каких-то сигналов которые предвещают разрыв отношений да это первое второе что я здесь затрону по мере того как я готовилась к этому эфиру эта история обрастала новыми фактами обвинениями и сегодня мы с вами разберем обвинение лиски в изнасиловании это тоже будет в нашем эфире конечно же мы коснемся их совместимости и вообще в принципе чего нам ждать от дальнейших развитий событий это будет формуле души то есть эфир будет очень насыщенный оставайтесь с нами и мы плавненько переходим к первому разбору первому фрагменту и здесь мы посмотрим на так называемую базовую линию поведения отследим в первую очередь иллюстраторы иллюстраторы это жесты которые иллюстрируют речь и они нам интересны с точки зрения того что когда человек начинает иллюстрировать усиливать свою речь эмоционально да то это значит что действительно это его очень сильно как цепляет это его действительно касается и это с ним реально было вот это вот самое главное давайте отследим несколько жестов иллюстраторов для того чтобы в дальнейшем но можно сказать расставить так называемые флажки по нашему разбору давайте смотреть я хочу это один раз точку поставить и все что все закончилось почему до этого больше никто эту тему не поднимал ну то есть я видел только один пост из впш по моему или кому-то ты там дал интервью ху в виде текста и в принципе на этом все закончилось да ну и потом я еще один пост выкатил чтобы те сто восемьдесят тысяч людей которые подписались ушли из телеги простите у меня тут отключилась да вы видите что он здесь трогает шею как мы знаем шея это беззащитность когда человек дотрагивается до шеи он говорит о том что его касается и что его задевает то что как я уже неоднократно в своих разборах объясняла что шея это то место через которое наши предки лишали друг друга жизни перекусывали сонную артерию и это довольно опасное место куда ну вот мы женщины навешиваем бусики и как бы определяем это место ну как у древних у наших предков вожак стаи своей женщине навешивал сюда бусы для того чтобы все для того чтобы все остальные понимали что это его женщина вот здесь то же самое получается шея это такое можно сказать самое слабое звено ахиллесова пята так называемая до которую мы все обозначаем вольно невольно но когда дело касается чего-то где мы беззащитны где мы раскрываемся да вот открываем свою шею мы рука сама тянется к шее понимаете вот сейчас мы с вами увидели как вот он сказал о том что я дал несколько интервью да я раскрыл душу я показал свою беззащитность для меня это было сложно да но нам это важно именно с точки зрения невербалики да то есть мы видим что действительно это его задевает ему это сложно делать но он это делает ну по каким-то причинам до причины мы уже в дальнейшем будем смотреть понятно да стилегу как обычно рассказывать про то что я делаю а не про свою личную жизнь тоже то есть касаться личной жизни для него это болезненная тема и мы это видим по его жестом вот в общем то к чему эти иллюстраторы и были теперь мы плавно переходим к манипуляторам чем отличается иллюстраторы от манипуляторов это ну все это жесты да но иллюстраторы они иллюстрируют речь они усиливают речь то есть они подтверждают как бы речь а манипуляторы как раз немножечко притормаживают манипуляторы дают нервной системе собраться когда мы заходим на минное поле того что ну не совсем соответствует нашим убеждениям да где образно говоря мы где-то лукавим даже да вообще в принципе вот что такое ложь ложь даже ложью можно назвать даже умолчание до умолчания правды это уже ложь поэтому не обольщайтесь те кто говорит что я ей этого не обещал если вы ввели так диалог что она это подумала то вы уже ей врали ну это я такую немножечко не обязательно ей ему там неважно если вы где-то умалчиваете это значит что это вы делаете осознанно но вернемся все-таки к манипуляторам манипуляторы это жесты которые когда человек говорит неправду это стресс для организма и для того чтобы этот стресс как-то уменьшить человек начинает искать замену не замену а отвлечение чтобы отвлечь свое тело чтобы тело не находилось стрессе мы таким образом часто берем там допустим в руки гаджет какой-то да и начинаем там копаться когда мы находимся например в лифте да там много людей в нашем пространстве да и нам для того чтобы успокоиться нужно как-то отвлечься да вот мы начинаем в телефоне сидеть или но не обязательно в лифте просто в помещении где нам не о чем говорить с людьми да мы начинаем копаться в телефоне когда мы начинаем снимать себя какие-то несуществующие пылинки с одежды это все как раз и есть манипуляторы и они говорят о том что мы на самом деле находимся в стрессе но мы об этом стрессе не хотим говорить да мы находим такой вот отдушину да и стрессуем по-своему да вот здесь вот давайте посмотрим на его манипуляторы на хуя вообще нужно было выставлять все это в телеграм и свои вот этот вопрос лично от меня который вот и первый манипулятор который мы с вами видим это на он во всех таких стрессовых ситуациях начинает курить это кстати вот и в дальнейшем когда он будет давать интервью по лиске там тоже вот это вот мы с вами будем замечать то есть у него манипуляторы да он действительно часто курит да вот эту электронную сигарету или как там я не знаю ну дым есть да я не знаю что это такое я не курильщик но вот это для него манипулятор то есть для него это стрессовая ситуация и здесь он ему надо перезагрузиться да и вот еще манипуляторы они еще дают возможность отвлечься да и оттянуть момент в ответа подумать над ответом лишний раз то есть ответ ну тот ответ который есть он не устроит человека поэтому ему нужно придумать срочно другой ответ вот в таких случаях используются манипуляторы и вот здесь вот в данном случае мы видим что манипуляторы идут без иллюстраторов сейчас я ничего не выставлял в телеграме даже закинула кстати вот отклоняется и говорит нет он действительно ничего не не выставлял здесь я согласна но вот эта ситуация вызывает в нем стресс и вызывает в нем желание что-то не до конца говорить вот вот в этой ситуации ну вот эти слова которые он сейчас произнес это действительно правда но там есть что-то скрытое что он вот этими манипуляторами нам говорит что есть что скрывать когда видел эту эту тему там пост был какой-то по моему мне еще чат скинул что вроде мы расстались потом да я поцеловал но не изменял по моему с твоих слов я думаю пиздец подогрели нахуй и из-за этого я смотри я не собирался ничего постить даже запастила это тут неважно в принципе кто первый кто блять второй я так считаю я считаю что такие вещи не должны публично обсуждаться они должны обсуждаться внутри безусловно это просто видите эмоция вины и стыда грязное белье да безусловно но теперь имеем что имеем надо время выносить это в публичное пространство это не мое решение выносить это в публичное пространство и все вот это устроить я бы этого всего не хотел но вынесла на эмоции истерики вынесла написала видите вынесла и не называет даже по имени там прозвучало ее имя до в начале но он он старается избегать называть ее по имени вот это вот довольно интересный момент давайте еще такие фрагменты где он старается меньше называть ее по имени давайте вот он в течение всего интервью он много раз избегает называть ее по имени и мы сейчас разберемся почему не хотел но вынесла на эмоции в истерике вынесла написала это не сразу в телегу улетел это улетела на истерике ну то есть прямо при мне писался и говорил что сейчас я все это выкину разговоры были бессмысленны какие-то ну с человеком тяжело было говорить на я старался как бы адекватно себя вести в этой ситуации все это при мне улетела в теле в игре не нужно этого делать потом во труп она ушла она просто спала два дня потом решила поехать в москву я помог деньгами они улетели с подругой в москву моя проблема была в том что я чувствовал что начинаю прекращать чувствовать любить человека а ты говорила и это все постепенно сходила на нет я не хотел усугублять ее нервы и тревожность разговорами обычно все в себе проживаю но мне казалось это глупостью как бы я долго встречаюсь с человеком как можно вот взять и перестать что-то чувствовать но это чувство появлялась 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 росло что что конкретику я в телеграме написал я не человек уже не тот чтобы раньше и плюс все это легло на то что это не за три месяца все продолжалось а за несколько лет эти горе человек человек другим стал кстати собирает ноздри это тоже он фильтрует информацию вот этот жест а мы еще увидим потом еще я понял но я думал мало ли может быть эмоции там какие поменялись отношения к тебе поменялся постоянно менялись это не тот человек отношения строилась которого я любил то есть большое количество манипуляторов говорит о том что тема стрессовая тема которую он не полностью был готов рассказывать и обратили внимание надеюсь что очень часто он называет дашу без имени то есть человек то есть еще но я далеко ходить не надо давайте вспомним вот еще один герой был у нас на разборе и он тоже ну довольно вот перед тем как расстаться и когда они растут он еще по моему вот здесь был в отношениях с ольгой бузовой это дава да но он мало называл ее по имени вот давайте посмотрим фрагмент он сказал что моя любовь не очень сильно поменяла то что я но и искренне полюбил человека вот и ну очень люблю очень люблю и все что я там за думал я такой черствую там никогда не полюблю больше все на видите он говорит о человеке 1 1 1 все это в один момент просто в один день вот так вот по щелку он говорит о человека которого он как бы любит но не называет его по имени да и вот так вот монотонно при этом он с большим воодушевлением рассказывает о своем проекте с филиппом киркоровым ну то есть понятно где у него эмоции да да вот я просто вам напомнить его поставила на самом деле конечно же мы не его разбираем а здесь я хочу затронуть тему как понять что партнер перегорел да как понять что партнер не любит вот это мне показалось очень важной темой и поэтому я набросала 6 таких вот очень важных моментов которые на которые стоит обращать внимание если вы находитесь в отношениях вот такая можно сказать лакмусовая бумажка для тех кто хочет вовремя что называется соломку подстелить потому что в принципе чем раньше с этой ситуации ну начнешь работать до чем раньше пойдешь к психологу тем больше шансов сохранить отношения да и поэтому внимательно наблюдайте за своим партнером и вот такие вот шесть сигналов которые вы можете отследить да и начать уже с ними работать это ну вот желательно чтобы вы их знали первый сигнал это человек не видит вас личность он избегает всех обозначений вас как личности имя характер упоминания то есть получается не говорит по и не называет по имени старается каким-то обтекаемым вообще в принципе старается избегать вот того чтобы воспринимать вас как личность а имя это как раз и есть можно сказать визитная карточка это но и имя это вот то что мы несем всю жизнь мы можем менять фамилию мы можем не знаю там ну выходить замуж менять фамилию там еще как-то брать себе еще какие-то уменьшительные ласкательные но все равно наше имя это то что и даже уменьшительное ласкательное имя это наша визитная карточка если нас называют например там ну вот я свеклана да если меня называют светик то это в определенных кругах да да это вот в те среди тех кому я доверяю кто мне доверяет да вот самые близкие могут так называть то есть имя это очень важный аспект личности если партнер перестает называть вас по имени то это сигнал там к тому чтобы ну разобраться в этой ситуации да то есть он старается абстрагироваться от вас да он старается меньше видеть вас именно личность следующий пункт это не учитывает если человек ваше мнение его раздражает в любое ваше вмешательство то есть он не чувствует вас как партнера равного себе то есть партнера умного мы же всегда выбираем ну когда мы выбирали там допустим ну кто в отношениях кто не в отношениях мы всегда выбираем себе партнера с которым есть о чем поговорить который будет для нас лидером мнений в какой ну вот лидером нашего мнения до который будет ну всем нам хочется чтобы этот партнер был чуть умнее чтобы он нас за собой повел и это касается и мужчин и женщин вот только когда мы видим что партнер действительно обладает каким-то ну какими-то навыками которыми мы можем от него обогатиться да только тогда он нас может заинтересовать ведь согласитесь допустим если вы достигли чего-то в карьере или в еще где-то да вы вам не будет интересно общаться с человеком который находится на начальном этапе того пути который вы уже прошли да безусловно он может вас заинтересовать какими-то другими своими качествами и это вас может сподвигнуть ему дать возможность продвинуться но в любом случае он должен будет все равно чем-то обладать чтобы вас заинтересовать значит если в этой сфере он не до не дотягивает до вас то в какой-то другой сфере он должен быть лучше вас до чтобы вы вот в этом видели потенциал до развития для себя потому что мы все ищем развитие и соответственно ну вот если человек перестает видеть вас партнера равного себе или в чем-то выше то это значит он перестает вас уважать соответственно он не учитывает ваше мнение не учитывает старается меньше вообще упоминать вас ну ему как бы становится неловко за то что вы ну вот являетесь его партнером он как бы в ну находится на более высокой ступени развития вообще партнеры они ну априори должны ну в сумме быть на одном уровне развития вот допустим кто-то в карьере больше продвинулся кто-то там допустим моложе или старше или там ну да кто то ну то есть это это особая тема и вот в сумме вот этих качеств которыми каждый из партнеров обладает они должны быть примерно на одном уровне для того чтобы общаться и не относиться друг другу с высока и даже когда мы видим неравные браки когда там старик берет девушку там молодую а она вот за счет своей внутренней энергетики молодой да она получается перекрывает все его достижения да и они все равно находятся на равном уровне хоть это со стороны и кажется что но не недостаточно как правильно или кто-то из них там куда-то не дотягивает да но на самом деле они очень даже гармонично вот в плане вот когда плюсуешь все достоинства да вот эти достоинства как раз находятся на одном уровне да она красивая молодая он допустим богатый и в общем то все балансируется но это я так немножко ушла в сторону дальше следующий момент дистанцируется человек старается уйти на личную территорию то есть общение с вами если ему становится в тягость образовывает свой круг общения когда он задерживается на работе без ну объективных причин вот это говорит о том что человека не тянет домой ему не хочется общаться с вами соответственно ну делайте вывод и смотрите да почему это происходит дальше он старается меньше контактировать с вами когда вы находитесь во взаимодействии то есть зрительный аудиальный тактильный то есть зрительный он меньше на вас смотрит а как известно люди влюбленные до 80 процентов времени смотрят друг на друга представляете кого просто постоянно любуются друг другом да это это вот как раз период влюбленности и чем меньше этого зрительного контакта тем меньше заинтересованности аудиальный это ну люди влюбленные они обожают слышать голос своего любимого до или любимой нас обожают мнение опять таки знать ну и так далее то есть меньше общение меньше диалогов и тактильный когда он перестает притрагиваться да вот люди когда они заинтересованы друг другу они в друг друге они ищут тактильный контакт тоже они стараются где-то там даже просто что-то передать да и для них это уже кайф а если человек избегает этого то это значит что он не хочет этого то есть вот это вот избегание это тоже знак того что с вами общаться не хотят раз да и если кто-то из ваших общих знакомых упоминает о вас а человек раздражается то это тоже знак того что человеку не нравится ваша коммуникация да и он хочет из нее выйти ну и еще один момент это эмоции вот эмоции это вот можно сказать очень важный такой элемент вообще ну вот как распознать вот что человек перестал перегорел к вам до к вашим отношениям и хочет из них выйти это эмоции отвращения презрения злость вина досада при упоминании о вас как это распознать у меня под видео посмотрите есть курс эмоции там всего 990 рублей он стоит но значит там будет 12 часов плотной более 12 часов плотной информации это 18 видео уроков значит 90 процентов будет там примеров и 10 процентов теории примерно да то есть вы посмотрев вот эти вот уроки вы сразу научитесь распознавать абсолютно все эмоции что это за курс это вот все наши разборы которые у меня есть я их собрала и разнесла по эмоциям очень очень интересно это как раз вот то что в жизни происходит у меня часто мои ученики спрашивали раньше а как вот вообще вот вроде как в теории все понятно а как распознавать эти эмоции слету что называется на самом деле все это дело практики можно просто ходить и общаясь с людьми это отслеживать да но это довольно длительный процесс проще вот включить видео посмотреть его да безусловно это около 12 часов информации это займет какое-то время но я думаю что у каждого из вас это время найдется вот посмотрев эти уроки вы уже ну вот помните как в матрице он там уснул и просыпается о я знаю джиу-джитсу вот так же точно и у вас это произойдет с эмоциями поэтому эмоции конечно распознавать очень полезно я даже вот в своей жизни наблюдаю насколько это прям вот знаете как палочка выручалочка ты общаешься ты сразу видишь где человек тебе в чем-то не верит и сразу можешь ему это все ну или там наоборот где его это зацепило да и сразу можешь додавливать да или там ну не поверил спросить а что такое что почему ты не веришь ну и то есть прям четко помогает в любых вопросах да в деловых там в отношениях во всем поэтому эмоции это можно сказать палочка выручалочка вообще в любом аспекте жизни поэтому при подключайтесь вот к этому классному такому курсу значит а дальше следующее кстати вот у меня многие спрашивают по поводу эмоций говорят а как вот без замедленных съемок определять эмоции вот посмотрите эти уроки вы научитесь это делать сами по себе да ну не буду включать еще раз даву дабы не затягивать наш эфир а значит давайте дальше смотреть сигналы тела и вообще вот все что касается нашего сегодняшнего героя то есть мы поняли да что здесь у нас было много упоминаний дальше без имени что говорит о том что человек старается абстрагироваться да давайте дальше смотреть на следующие интересные сигналы тела я понял внутри изнутри ситуации намного тяжелее судить намного тяжелее себя оценивать и понимать что ты чувствуешь а вот здесь смотрите когда ты в отношении как интересно вот получается скуловая кость а вот он сейчас указательным пальцем трогать скуловую кость вот это вот я думаю что впервые вам рассказываю вот эту комбинацию смотрите скуловая кость она находится над щекой щека это кубышка а вот скуловая кость это уже каркас лица и вот эта часть лица она отвечает за коммуникации и контактность здесь получается что притрагиваясь контактности до пальцем указательным а указательный палец это руководство то есть он заставляет себя коммуницировать или говорит а ну или говорит о том где где-то ну получается за 100 пришлось до проводить коммуникации вот так вот у вас все хорошо ты думаешь ну блять это какая какие-то левые чувствуют ну они странные в ряд видите а здесь он уже указательным пальцем притрагивается к подбородку подбородок это у нас говорильня то есть смотрите как он классно иллюстрирует свою речь на самом деле вот вот в этой части где идут прям четкие иллюстраторы у меня даже нет вопросов к нему я полностью верю вот тому что он говорит вот получается что ну вот здесь у нас прям четкие иллюстраторы причем иллюстраторы которые мы можем понимать вот зная вот эти физиогномические особенности видите тело не знает вот он например в данном случае юлик он же не знает физиогномику но почему он пальцем притрагивается именно к скуле а потом к подбородку да потому что наше тело она прям четко это выдает да вот наше тело она дает четкие сигналы их надо просто научиться читать поэтому присоединяйтесь к нам у нас тут постоянно это происходит и в общем то такой способ привлечь вас подписаться вот но это чувство в те постепенно растет 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 и потом выливается что-то уже такое обоснованное это как и разлюбить и как и влюбиться и в принципе с любым чувством я не верю что можно такой ой все я это чувство это чувство постепенно у тебя появляется слушай но я бы не сказал то у каждого по разному смотрите и закрывает рот то есть а дальше информацию он понимает что есть информация которую говорить лучше не надо и вот прикрываем ротик вообще вот человек настолько если бы мы вот понимали насколько мы много информации даем невербально на самом деле сколько там всего семь процентов через речь а 93 процента это невербально представляете сколько мы информации выдаем мы мы просто такие знаете шпионы которых легко раскрыть но самое смешное что это сложно отслеживать я же в этом разбираюсь но когда я начинаю говорить да я прям уже постфактум понимаю что моя рука пошла сюда или в дом моя моя рука пошла к шее или там пошла какая-то эмоция я только постфактум это понимаю после и потом ну да может быть я чуть раньше могу это отслеживать но все равно конечно же наше тело это просто оттас какой предатель и надо в этом разбираться до следующий фрагмент я думал то глупости хорошо в конце разговор уже бессмысленно смотри а здесь я хочу обратить внимание на ведущего на он сейчас нам покажет очень тоже интересные иллюстраторы которые я не хочу оставить без внимания есть такая тема как ну семейный психолог вы ходили нет потому что я считаю что мне не нужно помощь семейного психолога к сожалению ты не прав помощь семейного психолога нужна всем я как человек который резко негативно к этому относился а впоследствии записался к личному психологу хочу сказать что нихуя не хуйня и но ты хотел сохранить отношения чел я даже дружеские хотел сохранить и все равно пошел к семейному психологу чтобы даже дружеские продолжали сохраняться блять и ничего хуже да но я здесь комментировать не буду все было в титрах поэтому ведущий очень интересно показал нам тоже работу иллюстраторов да как он красавчик и вот про ответственность это вот все не буду сильно долго это растягивать а значит дальше давайте смотреть на нашего героя есть много слухов комментариев о том что ты изменял многочислено вот мне вот этот момент интересен пожалуйста ну вот смотрите первое что меня напрягло в этой ситуации у него не было удивление да он отклонился да он испугался получается кивнул да он засмеялся чувство вины пауза ничего не отвечает манипулятор опять-таки мы помним он начинает курить то есть я подтверждаю что действительно здесь либо это было либо он устал от этой информации то есть эта информация для него уже сейчас на момент вот когда он дает ответ эта информация для него не новая он ее уже можно сказать много раз обмусолил да и ну как бы здесь уже реакция на ну как как я устал уже от этого да но ну вот делайте выводы сами но вот в данном случае конечно же было бы очень хорошо если бы он какую-то вот вот эту информацию получил впервые вот тогда бы мы четко сняли реакцию да вот поэтому надо каждому знать физиогномику если вы общаетесь с человеком то выдавая какую-то информацию получая ответ вы сразу можете делать выводы а здесь получается что ну скорее всего человек уже эту этой информации ну как он он уже ей как бы владеет да он не удивляется либо действительно все было вот так смотрим видите вот замедленные съемки вот это все то есть кивает опускает голову вина но все-таки все-таки да все таки да потому что потому что если бы нет то здесь была бы другая реакция было бы в первую очередь удивление потом человек невиновный он как правило старается опровергнуть то что ну на него врут да он будет конечно же возмущаться а здесь получается вот такая вот реакция все-таки я больше склоняюсь к тому что ведущий говорит о том что было то будет вот то что там было сказано ну спрашивай конкретно вот многочисленно я вот кстати по каким пунктам смотри всех интересует сейчас давай уж раз многочисленно ты не сможешь ничего тебе нужно конкретно хочу сказать про какой-то ебучий мальчишник который в принципе всех интересует всех вот мне интересно самого начала вот вы обратили внимание указательный палец глазу это но можно сказать запрет смотреть не все можно смотреть то есть там надо фильтровать то что я увидел да я буду очень фильтровать я вам особо не готов все это показывать рассказывать и так далее следующий фрагмент даже ноунейм паблики готовы написать что угодно что этом какого-то пацана выебал на какой-то тусовки лишь бы их заскринили запасти понял а вот это вот как раз те моменты я собрала на которых действительно он чувствует себя неуверенно по каким признакам это понятно он начинает менять положение тела когда мы ступаем на минное поле там где ну много слишком надо скрывать там где действительно очень неустойчиво наше положение там тело начинает менять свое положение и вот по этим признакам сразу можете сами просмотреть это интервью целиком но я сделала для вас и вырезала все эти фрагменты по которым он прокололся поэтому давайте смотреть и делайте выводы сами происходит ситуация вот с новой девушкой да соответственно я почему-то в эту хуйню не верю особо мне кажется вот более подробно скорее всего но мне кажется проблема может быть начались задолго до этого ну дамам почему ты так поступил то есть изначально изначально да но я уставал как бы остывал к человеку а ты говорила и это все постепенно сходило на нет я не хотел усугублять и и нервы и тревожность разговорами обычно все в себе проживаю но мне казалось это глупостью как бы я долго встречаясь с человеком как можно вот взять и перестать что-то чувствовать но это чувство появлялось появлялось появлялась появлялась росло блять откуда она просто решила хочешь сказать стриптизерша сочинить вот эту хуйню то есть у меня у меня я могу в принципе найти мне просто впадлу блять я думаю все уже чекали чё она там это стриптизерша конкретно говорила в голосовых и там какой-то ну блять почему она сразу это не сделала почему она ввязалась только сейчас когда все меня хейтит и готовы поверить во что угодно смотри была ли у тебя вообще мысль что-то тоже где-то слышал или видел свадьбу-то в принципе отменить нет не было я же говорю свадьбу для меня оказалось бы решением всех бед я очень серьезно к этому относился как бы очень хотел свадьбе поэтому и плакал потому что ну очень теплые чувства мне вызывает такой праздник но это опять грязь выводить это на стреме этого погоди погоди но ты же написал но она говорит что она этого не делала что это неправда я могу тебе лично потом показать после стрима но это не про ты можешь мне лично показать но это не ну типа включить и когда мы вместе окажемся на публике это делать не хочу откуда оно взялось как думаешь то есть вот это все я знаю откуда это взялось я знаю конкретно людей которым я очень не нравлюсь которые распускают слухи понимаешь вот если не думать как твоей логике так это все повторяется уже три недели я заебался она по-моему не заебалась я же это не с пустого места решил сделать а вот получаете сколько мне ждать год два фу блять вот представим что вот случайно ты встретился по-любому может такое произойти там где-то на какой-то тусовки вас общие знакомые блять там питерская тусовка бла-бла-бла все дела но ты встретился с ней вот так ну я совершенно спокойно к ней отнесусь то есть не будешь избегать да то есть да нет разговаривать тоже поздороваюсь и все все обсуждено уже но видите он пересаживается это говорит о том что это действительно его очень сильно касается это его задевает и здесь он больше всего волнуется волнуется почему потому что есть что скрывать вот такая такой мой вердикт но вы знаете по мере того как я готовила этот эфир выдвинулись обвинения в сторону юлика по поводу изнасилования вот пожалуйста лиска которая объясняет эту ситуацию давайте посмотрим на нее как она рассказывает об этом изнасиловании и посмотрим потом на реакцию юлика и сделаем опять-таки выводы за период что мы жили вместе была съедена вообще вся витрина небезызвестного недавно закрывшегося магазина которые в оплату принимает только биткоины и в один день поступила при кстати момент отсаживания да вот только что мы у юлика видели вот он нервничает и вот здесь тоже самое та же самая причина получается но ей неловко это обсуждать поэтому так прям идет отсаживание тело может менять положение по-разному но когда идет прям отсаживание то это значит прям стресс стресс для человека и человеком ну как-то очень страшно это говорить и тут действительно это можно трактовать как иллюстратор потому что на она говорит здесь о таких вещах которые считаются запрещенными да не считаются вообще они запрещены не буду называть их но мы поняли о чем речь вложение нажраться а вот здесь у нас чувство вины опять-таки курс эмоции если вам интересно пожалуйста проходите присоединять течного препарата до состояния вообще тяжело вспомнить что конкретно это было за состояние думаю не стоит подробно объяснять почему в другой из вот этих вот аптечных трипов их было несколько я проснулась голая в его кровати и вот смотрите как она об этом рассказывает во первых чувство вины это часто бывает у тех кто даже жертв изнасилований да они чувствуют что сами тоже в чем-то виноваты достаточно короткую юбку надела или там слишком развязано себя вела ну то есть люди которые подверглись вот этому насилию они тоже отчасти чувствуют себя виноватой это нормальная практика да и поэтому здесь чувство вины это понятно да уместно дальше очень много пауз говорит о том что ей довольно сложно это описывать да это для нее сложный этап ей стыдно в этом признаваться страшно да поэтому паузы сглатывания и говорит она об этом с эмоцией отвращение и испуга что опять таки подтверждает и и слова то есть ей это было неприятно отвращение это эмоция абстрагирования от объекта отвращение это когда наши предки встречались друг с другом и боялись друг друга и чтобы не приближался противник они демонстрировали свои клыки но об этом если будет интересно вы узнаете подробнее просто вообще в принципе эмоции отвращения это эмоция дистанцирования когда человек хочет дистанцироваться от этой ситуации то есть у нее нет никаких признаков удовольствия при воспоминании то есть только вот эти вот признаки да то есть я хочу от этого держаться подальше я боюсь этого до испуг эмоции испуга то есть я боюсь этого на но что говорит о том что действительно то о чем она рассказывает вызывает в ней жуткие жуткое отторжение и негативные эмоции вот видите как она это рассказывает да и я бы не смогла объяснить даже сейчас я помню как я открыла глаза и вот эти вот минуты когда я пыталась понять что же произошло пыталась видите она иллюстрирует как бы смыслительный процесс да как бы закручивает мысли да вот пытается сейчас включить мысли вот вот это тоже интересный жест который тоже иллюстратор иллюстратор того что она говорит сейчас то есть ну вот она чтобы вспомнить причем смотрите она крутит назад назад вот как раз назад прокручиваете не длились часами как только шестереночки в этой вот маленькой тупой двадцатилетней на то время головушки закрутились я уж я встала я ушла в свою комнату закрыла дверь и написала произошедшим своему другу из москвы то есть и в конце эмоция печали то есть все уже потеряно все плохо соответственно я ей верю верю в то что ее оценка этого ну вот происходящих событий она действительно такая негативная ей неприятно это вспоминать ей это не понравилось это точно и то что это было это понятно кроме того юлик этого тоже не отрицает но сначала как только он узнал об этом вот здесь вот очень ценно получить самую первую самые первые реакции до от него и вот он записал видео которое тоже сейчас для нас будет очень показательным давайте смотреть пиздец добрый утро страна только что проснулся прочитал все что про меня написали видите испуг мы видим и отклоняется но это естественная реакция да потому что прочитать про себя такое это конечно же тебя напугать любого напугает да сглатывает повел челюстью а челюсть это скрытая агрессия досада то есть ему эта ситуация очень не нравится он хочет этой ситуации дать бой что называется сейчас это первые вот это можно сказать самые настоящие эмоции вот он прям хорошо что это записал нам с вами есть чем работать вот здесь вот прям я верю каждой эмоции и можно делать прям четкие выводы все ответы на все вопросы будут тридцатого в ролике у снял кика как здесь тоже очень интересно во первых он не дает никакой никаких ответов да он старается уйти от ответов и ну дает себе время что называется подумать но и тут тоже это нормальная реакция потому что как вот помните фильмы все американские когда там идет арест преступника да ему говорят вы имеете право не отвечать да на вопросы вы имеете право нанять адвоката то есть вот здесь вот как раз вот этот момент 1 очень четко соблюдается им он понимает что обвинение очень жесткая очень серьезная и лучше фильтровать что называется то что ты сейчас даешь в эфире да это же все равно информация которую можно будет потом притянуть и обвинить да и поэтому он старается минимально давать информацию но вот здесь вот очень интересный жест смотрите вот этот жест смотрите ноздри закрывает ноздри это сигнал того что он старается информацию придержать информация не должна выйти наружу как можно больше информации придержать для себя вот когда вы видите вот это человек не намерен выдавать вам информацию он намерен ее сдерживать вот здесь вот прям четкая иллюстрация того что он нам сейчас ничего не скажет он нас от отошлет как он и сделал в общем-то отослал на то что будет интервью я я все расскажу но это будет чуть позже да но такой можно сказать анонс завлекал очку но с другой стороны самое главное самый главный посыл сейчас не рассказать информацию вот он должен эту информацию сохранить дальше минимум я у лиски снимался в клипе уже после того как она съехала и там весь пост такой там есть чем не сказать но это хуйня полный конечно но и здесь начинает переводить на какие-то малозначительные вещи так как аргументы что я потом с ней общался и ничего такого не было да ну бла-бла-бла-бла но самое главное то что надо сказать в самом начале вот если вас обвиняют незаслуженно то в самом начале была бы эта фраза эта фигня полная ребята с чего вы это взяли этого никогда в жизни не было да вот чем сказал бы человек невиновный но вот это вот приписочка ну вот в конце вот это вот буквально два слова до которого он сказал они действительно сказаны да ну сказано не там где надо и вот здесь я прям четко поняла что все было да вот получается что он как бы собрался да и и понял а вот это ж надо тоже сказать что это все фигня да на но это как версия до которую надо забросить да но и я я для себя поняла что информация которую он нам выдаст будет очень сильно отфильтровано вот то есть вот этот жест у нас да и то что он только в конце сказал что это все фигня говорит о том что это вовсе не фигня и это ну действительно это все было вот для меня вот на этом этапе было понятно что факт ну вот это их общение оно реально было и давайте смотреть дальше что он нам поведает когда уже дал интервью и что что он нам рассказал ну раз она вышла решила эту историю так показать молчать о многих вещах то видите правая ноздря вот эта окантовочка крылышко носа окантовочка она говорит о цели полаганиях вот если ноздри это информация да вот а то какую информацию нам надо выудить вот как раз крылышко носа отвечает на какую информацию нам навострить носик и здесь получается что правая сторона это социальная и здесь вот как раз информация информация социального уровня что-то вот ему вот здесь вот интересно и вот про это речь идет вот мы сейчас обсуждаем и в любви признался и до и после она не сразу съехал он съехал когда я попросил ее съехать и самое главное что здесь вот происходит он не отрицает этого факта то есть вот вот на предыдущем этапе да вот по горячим следам для меня было понятно вот по структуре речи что действительно все было и сейчас видимо посоветовавшись там не знаю с адвокатами или еще где-то ну вот он понял что отрицать это глупо и сейчас он этого не отрицает то есть факт был а речь сейчас идет об оценке происходящего понимаете она считает что он ее изнасиловал он считает что он сделал просто на благое дело ну вот он он знал о ее ориентации она лесбиянка он ну там такая довольно запутанная история естественно я его не оправдываю но просто вот сейчас в данном случае вот факт этот был и это было под веществами ну то есть получается что ну сдув с дуру до оба это сделали но судя по всему для него это было ну бы более интересно да ну для нее это не было вообще интересно а здесь вот сейчас бодаются просто оценки происходящего как бы здесь уже ну состава преступления я не вижу и то что он потом говорит о том что он подаст суд но здесь как бы я могу назвать человека дураком да он подаст на меня в суд а в общем-то суд ничего не докажет я просто я скажу я так считаю я считаю его дураком вот вот примерно так да то есть ну вот вот примерно в этом состоит состав преступления да давайте смотреть и до беспамятства мы до ели всякие штуки никогда и никем не пользовался потому что не могу себе такого позволить в тот случай да мы были не трезвые обнимались целовались и она спросила меня ты понимаешь что сейчас будет я говорю да окей все хорошо но его случилось первый раз был еще и второй и третий раз в трезвом уме и что я понял что ну дальнейшего развития этих отношений никаких не будет смогла а и ты ты имеешь ввиду в смысле публичная туда я не знаю я не знаете опять пересаживается мы помним в каких моментах он пересаживается надо было обвинять меня в чем-то надо было ловить вора пока на нем шапка горит а здесь оговорочка прям по фрейду хотя даже и не являюсь вором и и я не делал ничего за что меня можно было привлечь все было пообойду согласие ну то есть ты считаешь что это происходит только ни один видите манипулятор но делайте выводы что называется я извиняюсь у меня азан включился я не успела уложиться вовремя поэтому прошу прощения ни один раз как это может быть не по обоюдному согласия сейчас мы имеем просто слова с моей стороны слова с ее стороны на меня клевещут на меня продолжают клеветать сегодня не знаю ты видел не а ты не скинул еще один выброс со всем этим буду разбираться буду идти в суды вот здесь вот очень инфантильная такая такое определение судов да в этом во множественном числе это говорит о том что никакой суд он не пойдет а если человек конкретно идет в суд то он готовит документы и он конкретно уже даже вплоть до того в какой суд он пойдет уж не в суды он суды это уже это такое общее понятие да вот вообще множественное число это общее понятие да это первое второе Вот я, когда перед тем, как вот это видео вам проиграть, я говорила, что состава преступления, вот именно про это преступление, о котором он сейчас сказал, что это клевета, вот этого состава преступления он, я думаю, не докажет, хоть я не юрист, но как бы я понимаю немножко механизм наших судов. А вот что касается ее позиции, то здесь он прям четко дал понять, что это было, а сейчас уже вопрос в том, как это посчитает, ну вот если она пойдет в суд, да, то здесь уже, ну опять-таки юристы, кто, вот если вы меня смотрите, дайте оценку вот этого происходящего, да, насколько у нее есть шансы доказать, но я думаю, она тоже не собирается идти, просто она сказала свою точку зрения, но то, что у них это было, это точно подтверждают обе стороны, поэтому никто не отрицает, да, и здесь как бы, ну для нас, вот для того, чтобы понять, что же там произошло, просто после того, как все было, каждый из участников принял определенную сторону и стал считать это по-своему, да, на самом деле, ну вот было и было, да, поэтому вот такая вот история, еще хотелось бы буквально немножко вам сказать, но по нумерологии, да, вернемся вообще к паре, с которой мы начали, да, Юлик и Даша, которые расходятся, но, к сожалению, вы знаете, я не буду разбирать нумерологию, потому что у Даши я так и не нашла отчества, я без отчества здесь набросала, но я думаю, что не совсем это будет актуально, давайте вот по формуле души немножко посмотрим эту пару и поймем вообще, что нам ожидать от них и вообще вот, что это за люди такие интересные, интересные, и здесь я хотела бы обратить внимание, это у нас Юлик, и посмотрите, у него три центра, три центра, это три варианта его поведения, да, вот он сегодня проснулся с одной стороны, с одной ноги, завтра с другой ноги, и вот это его разные такие вот, ну в какой-то степени можно и сказать, что инфантильные в чем-то позиции, потому что я сегодня хочу одно, а завтра я хочу совсем другое, не, ну это нет, не инфантильные, нет, это я уж совсем, вот это меня занесло, это просто такая модель поведения, человек, у которого всегда, вот он всегда с новым настроением, всегда какие-то у него новые идеи, вот три центра, но вы знаете, что меня смущает, эти центры в основном ретроградные, то есть вот все его идеи, они куда-то вот немножечко направленность не та, да, вот это вот сложность для него, кроме того, смотрите, Плутон в отчуждении, человек экстремал, он очень харизматичный, именно поэтому он успешен, да, как блогер, нам интересно наблюдать за таким человеком, он немножечко не от мира сего, он любит какие-то события, да, которые происходят, и за этими событиями интересно наблюдать, да, не хотелось бы кому-то из нас находиться на его месте, потому что это бывает и больно, да, когда ты экстремальные какие-то вещи используешь, но вот наблюдать за этим, это интересно, это привлекает, и это, я думаю, что как раз, ну, один из элементов его успеха. Дальше, Сатурн ретроградный в центре говорит о том, что человека жизнь всегда ломает, он заложник разных каких-то обстоятельств, причем, смотрите, Плутон тоже ретроградный и тоже получается в центре, то есть это какие-то структуры, которые давят на него, какие-то ситуации, которые от него не зависят и на него обязательно давят, и вот эта ситуация, она прям четко описывает вот этот Сатурн ретроградный в центре, да, еще и здесь неожиданные какие-то события тоже происходят, то есть он получается вроде как жил себе жил, а тут бах, и на него все набросились, все стали его хейтить, но это вот проигрывается как раз ситуация по формуле души. Здесь у нас Нептун в центре, опять-таки, довольно скрытный человек и, ну, философ по своему складу, но опять философия не туда, не в ту сторону, ему хочется по это самое, поговорить, да, на какие-то глубокие темы, но вот эта глубина его заводит не туда, да, довольно скрытный человек, и видите, еще и черная луна сюда подсвечивает, то есть все его проблемы вот из этого проистекают, да, вот эти все соблазны, ему хочется глубже, а там глубже непонятно, что там, ну, в общем, вот это вот все, и вот, понимаете, очень много ретроградных планет, каждая из них несет какой-то урок, и поэтому получается, что вот сейчас он, ну, можно сказать, проигрывает вот эти вот все уроки вместе взятые, вот можно так сказать, да, и что ему хочется видеть вообще, какая женщина для него будет идеальной. На орбите Венеры у него находится Меркурий, то есть для него интересна девушка с хорошо подвешенным языком, с хорошими интеллектуальными данными, интеллектуалочка такая, но что касается Даши, является ли она его идеалом, да, и мы видим, что у Даши два центра, девочка более целеустремленная, то есть чем больше центров, тем больше человек распыляется, да, чем меньше центров, тем больше целеустремленность, у него три центра, у нее два центра, уже она выигрывает в этом. Дальше, она действительно, вот видите, Меркурий у нее в центре, у нее хорошо подвешен язык, интеллектуальные способности вполне нормальные для того, чтобы его заинтересовать, поэтому, да, действительно, она ему показалась интересной, но, смотрите, тут опять смотрит Черная Луна, то есть она со своим языком иногда куда-то не туда ее заносит, да, вот эти все соблазны от ее языка. Да, дальше, смотрите, что у нее, вот чем они отличаются тем, что у нее меньше ретроградных планет, то есть вот в этой ситуации даже очень показательно, она получила больше подписчиков, да, больше сочувствия, а он получил больше хейта, потому что, действительно, чем больше ретроградных планет, тем больше надо проходить каких-то уроков, и вот он как раз вот эти уроки сейчас вот с нашей с вами помощью он и проходит, да, вот казалось бы, вроде бы разводятся и разводятся, но что там такого, да, ну тут началась вот эта вот возня, во-первых, она стала свой Меркурий с черной луной включать, да, и его хейтить, да, соответственно, пошла волна против него, потом еще и Лиска подтянулась, ну то есть вот все это пошло для того, чтобы ему проработать вот эти все свои ретроградные сложности, и смотрите, ретроузел смотрит на Юпитер, опять-таки Юпитер у нас это отношение с социумом, да, вот получается, что ему надо принять вот это, и вообще ему по социуму, ну, это его задача, да, с одной стороны, с другой стороны, в социуме его ждет успех, вот видите, высшие силы его тоже поддерживают, то есть вот на социуме очень много закручено у него, ну, в общем, можно говорить много, бесконечно о них, но давайте еще посмотрим, у Даши, вот действительно ли он является ее идеалом мужчины, ну, к сожалению, я не нашла ее отчество, и, ну, к сожалению, вот не могу сказать по нумерологии, но что касается формулы души, то, смотрите, на орбите Марса, а у женщин мы смотрим запрос на мужчину на орбите Марса, у нее, в общем-то, ничего нет, никаких планет, это говорит о том, что она очень универсально может подойти, ну, к любой ситуации, да, и с мужчинами у нее, ну, есть мужчина, значит, есть, нет мужчины, значит, и ничего страшного найду, чем заниматься, ну, вот такие вот, ну, она свободнее в этом плане, она проще к этому подходит, да и у него, в общем-то, запрос на женщину только один, это вот, да, Даша, она действительно, ну, подходила под его запрос, и я думаю, что следующая девушка будет тоже из той же сферы, ну, потому что блогерство, это как раз и есть сфера Меркурия, ну, вот, как раз, вот, умение высказаться, умение какую-то информацию дать, это, ну, быть интересной, вот это Меркурий, поэтому, в общем-то, я думаю, что следующая девушка будет из той же среды у Юлика, а что касается Даши, то она может абсолютно любого мужчину, вот, брать в партнеры и быть с ним, ну, выстраивать с ним отношения, поэтому здесь вот я бы не сказала, что прям вот Даша зациклена на нем, именно на нем, здесь ситуация, конечно, больше психологическая, и я думаю, что еще составляющая очень важная в том, что, ну, Даша увидела какие-то побочные выгоды, и, ну, соответственно, так сейчас себя ведет, ну, хотя я не могу утверждать на сто процентов, но вот, что касается личной драмы, то здесь она не такая уж глубокая, чтобы вот так вот ее возводить в уровень, ну, просто вселенской беды, хотя, конечно, многие их поклонники по этому поводу очень сильно переживают, страдают даже, наверное, больше, чем сами участники, поэтому, ребята, старайтесь жить своей жизнью, и, ну, да, действительно, у ребят сейчас сложный период, их можно понять, но, в общем-то, каждый из нас проходит свой жизненный путь, и в данном случае Юлик и Даша проходят свои какие-то уроки, у Юлика это все сложнее, ну, и мы это видим, но, тем не менее, я думаю, что сколько им лет, они довольно молодые, и все у них еще впереди, мы будем наблюдать за ними, а с нашей стороны очень важно наблюдать, да, и делать определенные свои выводы, учиться самим, чтобы в своей жизни все налаживать, и вот я надеюсь, что этот эфир был полезен для того, чтобы кому-то из вас, может быть, разобраться в своих отношениях, да, и отследить какие-то сигналы, поэтому не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, ну, в общем, будьте на связи, напишите свое мнение по поводу моего разбора, как вы считаете вообще, что на самом деле там происходит, может, у вас есть свое какое-то мнение, я с удовольствием почитаю, возможно, отвечу, люблю вас всех очень сильно, до новых встреч, пока-пока!